Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. С начала сентября более 3000 квадратных километров возвращены под контроль Украины. Наши бойцы не отступали в панике, а организованно отходили для того, чтобы группировка и далее могла выполнять задачи. Стримительное контрнаступление в СУ на Харьковском направлении привело к деоккупации практически всей территории области. За неделю с 5 по 12 сентября были освобождены несколько сотен населенных пунктов, находившихся под контролем российских войск с первых дней войны. Скорость и успех продвижения подразделений ВСУ стали полной неожиданностью не только для самих российских военных, но и для, как они сами себя называют, «зет-патриотов» – наиболее преданных сторонников этой войны в социальных сетях и многочисленных телеграм-каналах. Российские соцсети винят коррупцию в армии и нерадивых начальников, которые проморгали наступление украинской стороны. При этом кремлевская пропаганда в пабликах дружно повторяет – никакой паники нет. Федеральные СМИ уверяют аудиторию, что ничего страшного на фронте не происходит, а верить сообщениям в социальных сетях о провалах российской армии нельзя. Мол, все это – вражеские вбросы. Ложь, отработанную по американским методичкам, вбрасывали и в российские соцсети. Итак, как меняется пропаганда Кремля по мере продвижения украинского контрнаступления? Давайте разбираться. После первых сообщений об успехах украинских военных в Харьковской области, кремлевская пропаганда сразу вспомнила про Херсон. Контрнаступление ВСУ на юге началось раньше, но идет оно медленнее. На провластных российских каналах зрители уверяли, что оно якобы вообще захлебнулось. Такой же нарратив решили использовать и для ситуации на Северо-Восточном фронте. Неделю назад ВСУ тоже заявляли о наступлении, но оно полностью провалилось. Киеву любой ценой нужен реванш за провальный контрнаступ на Херсон. Важно заметить, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области на самом деле продолжается. По данным военного командования Украины, там освобождены 13 населенных пунктов и порядка 500 квадратных километров территории. О подготовке контрудара в сторону Херсона власти в Киеве публично говорили всю вторую половину лета. Возможно, даже специально, вынудив российскую сторону перебросить туда дополнительные резервы и тем самым ослабив военную группировку противника в Харьковской области. Когда аргумент про контрнаступление захлебнулось не сработал, кремлевская пропаганда заявила о военной хитрости российских военных. Украинские войска, бросив в бой все свои резервы, попались в ловушку. Якобы их вместе с техникой вот-вот возьмут в кольцо. У боевиков из 93-й бригады «Холодный Яр» уже начали закрадываться мысли, что украинской группировке дали втянуться в огненный мешок или стратегическую засаду. Никакой засады не получилось. Скорее наоборот. Российская сторона в срочном порядке стала перебрасывать в район боев тяжелое вооружение и личный состав. 9 сентября провластные СМИ публиковали видео военных колонн, направлявшихся в Харьковскую область. В момент, когда ВСУ практически взяла под контроль Балаклею и была на подступах к Изюму, Минобороны России и кремлевская пропаганда упорно молчали и игнорировали реальные сводки с места событий. Уже на следующий день после подкрепления, 10 сентября, когда даже провластные военные корреспонденты в своих телеграм-каналах стали описывать масштаб украинского контрнаступления, в Минобороны России признали отступление. Правда, тут же назвали его перегруппировкой. Для наращивания усилий на Донецком направлении принято решение о перегруппировке наших войск. Подразделения, находившиеся в районах Балаклея и Изюма, в течение трех суток организованно были переброшены на территорию ДНР. Наши бойцы не отступали в панике, а организованно отходили для того, чтобы группировка и далее могла выполнять задачи. В социальной сети полны видео из десятков населенных пунктов, где был поднят флаг Украины, а население встречает солдат ВСУ как освободителей. В материалах российских СМИ нет видеосрочного отхода российских колонн техники, а вместо этого показывают очереди из гражданских авто. Кто-то бежит в Россию, кто-то в так называемую Луганскую Народную Республику. Когда факт отступления игнорировать стало невозможно, кремлевская пропаганда заявила, сами украинцы ни за что бы не справились, это все НАТО. Посыл, что напав на Украину, Россия воюет со всем западным миром, кремлевские медиа разгоняют уже не первый месяц. С тех самых пор, как стало ясно, что маленькой победоносной войны у Кремля не вышло. НАТО ввяжется в эту войну, они уже участвуют. Техникой, штабами в планировании операции, разведкой и специалистами. Вы что, не видите, какое количество якобы наемников? Да какие они наемники, они прикомандированные. Несколько месяцев атаку готовил весь Североатлантический Альянс вместе с киевским режимом. В наступлении ВСУ на Крупянск и в направлении Изюма принимают участие американские наемники из ЧВК Академии. Последние двое суток иностранцы, говорящие по-английски, уже были замечены на нескольких видео, снятых в Харьковской области. Пропаганда упорно игнорирует тот факт, что российским войскам противостоит именно украинское общество. Военнослужащие, бойцы терробороны, партизаны и местное население. Для кремлевских СМИ противник – украинские националисты и иностранные наемники. Иностранные добровольцы – это часть официального интернационального легиона территориальной обороны. И считать их наемниками никак нельзя. НАТО и другие страны мира поставляют Украине только оружие. Никаких войск альянса там не было и нет. Западные политики принципиально не желают отправлять на эту войну своих солдат. А обучать украинцев обращение с военными системами предпочитают на своей территории. В Кремле отказываются признавать масштаб поражения в Харьковской области. 10 сентября, когда тысячи российских солдат отступали так быстро, что побросали свою технику и боеприпасы, высшее политическое руководство страны отмечало в Москве День города. Праздничные гуляния и салют по такому поводу вызвал раздражение даже среди верных сторонников режима. Провластные СМИ пытаются замаскировать военный провал с помощью победных реляций с других участков фронта. При поддержке ВКС ополченцы выдавили противника из так называемого «Большого муравейника». Это пригород Донецка. Минобороны России засыпает медиа пресс-релизами и зрелищными видео. Взрывы, техника, героические рассказы о победах над противником. При этом реального продвижения российских частей нет. По оценкам независимых военных наблюдателей, среди которых и Американский исследовательский центр, Институт изучения войны, в Харьковской области ВСУ освободили территорию в несколько тысяч квадратных километров. Ее площадь больше, чем украинские земли, захваченные российскими войсками во всех операциях, начиная с апреля. На юге страны, отмечают аналитики института, российские подразделения также начали отступать, фактически открывая ВСУ путь на Херсон. Кремлевская пропаганда продолжает уверять россиян, что все идет по плану, и потеря Харьковской области – часть хитрого маневра. Россия, мол, скоро вернется на эти земли, куда, как заявляла ранее, пришла навсегда. Однако лица госпропаганды и провластные паблики в Рунете уже начинают позволять себе заявления, представить которые ранее было невозможно. Признают военное поражение, говорят о предательстве, рассказывают о мощной многочисленной украинской армии, которая годами готовилась к войне и только ждала выгодного момента. Маргарита Симоньян, главный редактор канала «Раша Тудей», когда-то обещавшая разобраться с Украиной за два дня, затем поголовно обвинявшая украинцев в нацизме, теперь мечтает о совместном российско-украинском будущем. В этой ситуации лучшая картина будущего – это общая картина прошлого, нашего общего прошлого, недавнего. Когда все вместе, когда День Победы, когда парад, когда и русский учат, и украинский, когда и в кокошниках, и песни поют замечательно, и на одном языке, и на другом, и на мове. Все вместе, все рады, все спокойны и горды тем, что мы вместе. Отличная же картина была. Представить такую картину будущего после вторжения в Украину, после ракетных обстрелов и бомбардировок десятков городов, тысяч убитых и сотен замученных российскими солдатами мирных жителей, практически нереальны. Своего рода косвенный ответ на идею пропагандистки дал президент Украины. Комментируя очередной российский обстрел, на этот раз по критической инфраструктуре Харькова, когда город остался без света и тепла, Владимир Зеленский написал, «Холод, голод, тьма и жажда для нас не так страшно и смертельно, как ваше дружба и братство. Но история все расставит по местам, и мы будем с газом, светом, водой и едой. И без вас». Конец цитаты. Субтитры создавал DimaTorzok